Атеросклероз аорты Атеросклероз аорты – это накопление холестерина, а также других жировых веществ на стенках аорты. Болезнь имеет прогрессирующую форму. Причины возникновения Атеросклероз аорты обычно встречается у людей в возрасте от 40 лет и старше. К факторам риска относят нарушение реакции на глюкозу, повышенное артериальное давление, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, лишний вес, стресса, повышенное содержание в крови атерогенных липопротеидов, триглицейоридов, холестерина, подагра. Симптомы Основные симптомы атеросклероза грудной части аорты – периодические боли за грудиной жгучего, давящего характера, и радиация боли в обе руки, спину, верхнюю часть живота, шею. Длительный характер боли Повышение артериального давления Возможно затруднение глотания, охриплость голоса Головокружение Обморочные состояния Судороги, развивающиеся при резких поворотах головой Пульсация в области межреберий справа от грудины Для атеросклероза брюшной аорты характерна, боли в животе нующего характера, которые проходят спустя несколько часов самостоятельно, склонность к запорам, вздутие живота, искривление и неравномерная плотность при ощупывании аорты, потеря веса вследствие расстройства работы органов желудочно-кишечной системы. При атеросклеротическом поражении бифуркации аорты характерны, перемежающаяся хромота, чувство онемения ног, похолодание ног, снижение тонуса мышц голеней, отеки, покраснение кожи на ногах, некрозы, язва на пальцах ног на стопах, нарушение половой функции у мужчин, отсутствие пульсации аорты на уровне пупка, на стопах, под коленями в паху. Виды заболевания. Атеросклероз брюшного отдела аорты. Атеросклероз грудной части аорты. Атеросклероз бифуркации аорты. Диагностика. Данные лабораторных исследований при атеросклерозе указывают на повышенный уровень липопротеидов низкой плотности, холестерина, триглицеиоридов в крови. Рентгенологически на аортографии выявляют ее уплотнение, удлинение, расширение в грудном или брюшном отделах, кальциноз, наличие аневризм. Состояние коронарных артерий следует методам коронарографии. Нарушение кровотока по другим артериям определяют проведение мангиографии. С помощью ультразвуковой доплерографии сосудов почек выявляют атеросклероз почечных артерий. Методы ультразвуковой диагностики аорты, артерий сердца, сонных артерий нижних конечностей регистрируют снижение магистрального кровотока, наличие атероматозных бляшек, тромбов в просветах сосудов. Снижение кровотока в артериях может быть диагностировано методом реавозографии нижних конечностей. Действия пациента. При выявлении признаков атеросклероза следует обратиться к семейному врачу. Людям в возрасте старше 40 рекомендуется периодический контроль уровня холестерина, триглицеоридов, липопротеидов низкой и очень низкой плотности, необходимые изменения образа жизни, полный отказ от употребления алкоголя, курение, регулярные физические нагрузки, здоровое питание. Лечение Секвестры желчных кислот препятствуют всасыванию желчных кислот из пищеварительного тракта, снижают уровень холестерина крови. Хирургические методы лечения, ангиография и стентирование. Шунтирование. Осложнение. Дефицит кровоснабжения из-за обструкции, нарушение кровоснабжения нижних конечностей, коллапс, повреждение кровеносных сосудов, мышц, внутренних органов, аневризма аорты, недостаточность кровоснабжения головного мозга. Профилактика. Для профилактики атеросклероза необходимо исключить или минимизировать все факторы, способствующие его развитию, отказ от употребления алкогольных напитков, отказ от курения, нормализация артериального давления, здоровое питание, лечение хронических заболеваний, минимизация стрессовых ситуаций.